Не был на концерте Росгвардии, поскольку встречался с Трухани. То есть чувак кроется, на публичные мероприятия не ходит, потому что на концерте Росгвардии могло бы что-то случиться. Вот представьте себе, ну Росгвардейцы, кто это такие? Это же не какие-то там сыновья Золотова, да? Это внутренние войска, то есть это те же самые, что и было раньше. Помните, как в необыкновенном концерте? Ну да, там масса приличных мужиков сидит. Вышел бы Медведев, ну фиг ее знает, они могли и свистнуть. И представлять, что было бы. Поэтому, я так понимаю, маленького спрятали, он там с Трухани, он там еще с кем-то, лишь бы только на публике не появляться. Труханул к Трухани. Да, Труханул к Трухани. Путин призвал Росгвардию бороться с любыми попытками дестабилизации. Вот тоже Труханул товарищ, видишь, призывает, говорит, давайте бороться. Росгвардейцы же приходят к себе домой, думают, ну давай, борись. Ну ты как бы можешь все сделать, все в твоих руках. И 17 лет было в твоих руках, а богогромные средства были. Целая страна была, которая готова, была как пластилин. Можно было что угодно из нее слепить, ты слепил из нее, там, я не знаю, что, того петуха, да, вот как это, из говна. Чувак слепил, вот что слепил Путин. Вслед за телевизором Яндекс убрал сюжеты о митингах из повестки дня. Да, это уже второй день, такая фигня, второй день они объясняют, что были, что там алгоритм у них такой. Вот, ну никак не получается про митинги. Вот, что хочешь, раз-раз, там какая-то херня вылазит, да, а про митинги, ну никак не вылазит, она куда одевается. А сразу вспоминается, как у них был сбой технический, когда месяц, больше месяца не было про меня новостей. Ну, то есть, забиваешь мальцев, нет новостей, вообще никаких. Вот мальцев, Вячеслав Мальцев, новости, и они нам писали каждую неделю, вы помните, что это системный какой-то сбой, что это, что они не могут разобраться, и после 19 января точно разберутся, вначале после 10 января, потом после 19, было очень весело, конечно. Ну, странно, что у всех других поисковиков ничего подобного не случается. Предлагаем акцию бойкотировать до 1 мая Яндекс. Удалить со всех брауз, со всех гаджетов. Да, Яндекс надо до 1 мая бойкотировать, что он расскажет 1 мая, по итогам мы будем думать продолжать бойкот или нет. И тоже, у нас без вас ничего не получится, если вы все забросите эту идею в интернет, во все сети, и будете рассказывать, почему это, то все, тогда мы его грохнем от Яндекса. Ну, за месяц, представляете, что с ним там случится. А не зубы на полку положите. Я думаю, что надо это сделать обязательно, обязательно. Да, удаляйте с гаджетов Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карт, Яндекс.Метро, Яндекс.Апиши. Все, что связано с Яндексом, удаляйте и не пользуйтесь. Они не будут иметь посещений и им не будут платить за рекламу. Да, вот такие фотографии. Вот это обошла фотография все СМИ. Девчонку тащат, то есть самую главную злодейку. Вот тоже очень хорошая фотка. Так, 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 сейчас. Вот фотография дедушку самого главного злодея тоже и бабушку схватили. Вот пацаненка, несут. Вот еще. Можно я, Юнжа, читаю? Да. Почему-то все снижают количество участников акций. Некий Егор Егоров пишет. Я там был и сам видел необычные 150 тысяч, может больше. Дальний Восток вообще не в курсе про Москву. Замалчиваю. Еще спрашивают, что у нас с пикетами. С пикетами мы получили отказы. Сейчас собираем. Это на фотографии метро закрытое, потому что там ремонт. Вот эти вот ремонтники стоят, космонавты. Космонавты-ремонтники. А вот хорошая фотография. Я думаю, она должна стать прям тоже таким символом революции. Да. Извини, я тебя перебил. Мне все, я сказал. Еще у нас новость такая из Архангельска. Вот это Янгельс. Парень, такое ощущение, что не он ментов. Не менты его ведут, а он ментов. Довольный такой, как будто он... Пойдем, мужики, гулять. Да. Значит, координатор прогулок Венчикова Марина Александровна, Архангельск. Ей нужна помощь, она в больнице, ей нужны юристы, ей нужна какая-то, может быть, финансовая помощь. Запишите ее номер телефона. Венчикова Марина Александровна, город Архангельск. Вот это классическая форма. Вот сейчас девушку несут. Она, я не знаю, занималась ли она борьбой, но вот то, что она делает, это классически. Если вас куда-то пакуют, максимально расслабляйтесь. Тащить будет вообще невозможно. Посмотрите, куча мужиков не может справиться с легкой девчонкой. Почему? Потому что она полностью расслабилась, как вода вытекает из рук. Димон, теперь держись ты. Очень хорошая фраза, молодец вообще. Молодец. Вот как нам спрятаться наше богатство. Там еще из регионов есть. Да, из регионов фотографии мы сейчас покажем. Вот ответы из Минюста пришли. Это по заявлению на Диму, да? Это вот... Да. Обращение рассматривать. То есть, вот этот вот саботаж нашей работы. Посмотрите, то есть, куча ведомств участвует в том, чтобы на что-то отвечать. Так что, давайте, пишите на всех жалобы и подавайте на пикеты. Пусть отвечают, надо судиться, идти в суды, в ряды. Вот это чебоксары. Чебоксары, поймите, это не, там, я не знаю, не Москва. Это Хабаровск гуляют. Это Тюмень. Это Ставрополь. Это Мурманск. Это Казань. Это Екатеринбург. Опа, отчет, фотка в Екатеринбурге ушла. А? Ехал. А как ее? Надо же показать. Ну, мы завтра покажем, чтобы сейчас... Не украла, а подарили. Дим такой сидит. Это вот дети, такие прям, как из Яралаша. Такие красивые. Такие персонажи классические. Фи этого журнала Яралаш. Очень, очень хорошие дети и очень правильные. По поводу нашей позиции с Навальным. Бийск. Вот это Бийск. Ты видел фотографию Бийска? Это вообще молодцы. Бийск. Вообще, Алтая. Ты говорил, что Алтай не просыпается. Нет, ты давно уж говорил. Ну, я давно сказал, что там много ватных, не могу найти адекватных. Ну, да. Всем известно, что было очень много молодежи. Это школьники, студенты. Я тоже недавно закончил вуз. И когда мы собирались, вот Костя видел, что ребята подошли, молодые, да, увидели нас, о, мальцевские, увидели наклейки, у нас попросили, сразу мы им раздали. И вчера я был на Пушкинской вечером в Макдональдсе, сидел и вот увидел, большую, значит, компанию ребят молодых. Это школьники были, 11 класс. И вот они сидели, говорили, что нас сейчас запугивают учителя, что мы не сдадим экзамены, ЕГЭ. Вот, мы хотим сказать, что если будут такие продолжаться со стороны учителей, да, провокации, то... Не, ну, это надо снимать, они знают, что молодые. Пусть ребята снимают, да, писать. Снимать и вывешивать, я думаю, эти учителя. Кроме всего прочего, вы передавайте учителям. Что они, дураки, что ли? Режим скоро падет, это же совершенно очевидно. Они что в будущем хотят? Это все учителя, которые делали выборы Путина. Я понимаю, но они хотят еще за это геморрой получить. Но они уже отбиваются от зоны. Да, стращают. Так что детей стращать не надо, потому что они молодые. Да, вот пишут ошибки, дед на фото из Минска. Даже если из Минска, что тут. Это же... Да, мы видели точно такие же картины. В общем-то, картины Минска и России совершенно одинаковые. Недаром Лукашенко сказал, что Путин для него брат. Зря он вратается. И вот то, что мы видим, да, это братаны могут доиграться оба. Тут у нас два брата-акробата есть. Лукашенко еще хочет третьим быть. Не знаю, зачем. Ну и тоже хотел сказать, что Вячеслав Вячеславович, многие ребята молодые, да, они... Ну кто-то не знал, да, кто такой Мальцев. То есть после 26-го они теперь знают, их стало больше. Вот так же и подписчики будут появляться, я уверен в этом. И самое главное, что вот полицейские, вы там солдаты, вы думаете, что ребята хрупкие, маленькие, но их очень много и у них сейчас есть большая злость. Так что в следующий раз они будут злые, и они вот даже сейчас, вот если бы им дали команду вас терзать, они бы вас растерзали, и это правда. Потому что, ребята, когда есть злость, да, то ее очень трудно остановить. Да я представляю, как у многих полицейских какая злость. А какая злость у тех солдатиков, которые в Дзержинске служат дивизией на этот режим. Страшная злость. И поэтому уж неизвестно, кто раньше терзать начнет. Так может оказаться, что твои пацаны и не успеют. Очередь будет очень длинной. Понимаешь? Поэтому так. Так что, молодежь, не бойтесь. Мы с вами, вы с нами. Так что вместе победим в любом случае. Так что еще хотел сказать. А, и вот с Ширмановым Евгением мы снимали видео на Манежке уже, когда все закончилось. Практически там стоял полковник. Мы подошли к нему, есть видео у Ширманова на канале. Мы подошли, спросили, товарищ полковник, вы же ничего не хотите этого делать? Правильно? То есть вас заставляют? И он открыто сказал, да, ребята, вы же знаете ответы на все вопросы. Так что, если этого полковника, а он там есть в кадре, если его уволят через какое-то время, так что приходите к нам сюда, мы вас примем. Спрашиваешь, кто поплатите, Вячеслав? Да, да, да. Кому? В чате спрашивали. Кому? Ну, я не знаю, кому. Ну, обычно, вот, вородокс в том, что нам, наши сторонники. Алло, ноль. Саш, Саш, ты готов? Готов рассказать? Мне не заплатили. Готов? Ага. Да, сейчас тогда сделаю, чтобы тебя слышно было. Сейчас, сейчас, сейчас я расскажу тогда. Значит, ситуация какая? Вот, наше, Алло. На, тогда сейчас сделаешь на громкую. Значит, произошла такая интересная история, да, вот, Александр, наверное, расскажет. Сейчас. Алло, Саш. Алло. Да, 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 я. Да, расскажи, ты вот опять Питер прославился, расскажи, что случилось? Да, в общем-то, сегодня, днем после обеда, в квартиру координатора и организатора протестной акции в Санкт-Петербурге, Андрея Базухина, пришли два полицейских и пытались отнять, вот, забрать, двух детей его в детский дом. Значит, Андрей Базухин, он сейчас находится, значит, на... Ну, в тюрьме он находится, понятно. Да, ему дали, в общем, 15 суток, вот, и... Жена его в это время как бы находилась на сохранении с ребенком на седьмом месяце беременности, вот, в общем-то, соседи еле-еле там отбились, вот, детей двух они спрятали, вот, в общем-то, жена от сохранения, значит, выписалась, убежала домой. Вот это, как бы, вот, вот это просто дикость такая, ну, я просто в шоке от этого дела. Ты нам лучше скажи, Саш, телефон, адрес, кто в Питере, наши люди, может оказать помощь, установить там дежурство, чтобы защитить детей. Надо еще сказать, что там задним числом приняли решение, я так понимаю, суд, эту квартиру забрать у них за якобы невыплаченную ипотеку, а ипотека заплачена полностью. Расчет, представляешь, и кроме всего прочего, задним числом лишили водительских прав. И его и сына. Да, то есть, и за это как раз и посадили его, за то, что он управлял без прав, а на самом деле они у него были, представляешь. То есть, вот то, что творил Пиночет в Чили, это полная фигня в сравнении с тем, что творят эти ребята, ну, вы как-то донесите до них, что, до этих ребят, которые творят, что режим-то скоро закончится, а и что они будут делать? У них есть средства убежать через финскую границу, я понимаю, что они побегут с голой жопой, потому что вы же их в Неве потопите, живыми, наверное, а может, как раз Путина. Поэтому я вот не знаю, что они будут делать, но вы хотя бы предупредите, что так поступать нельзя, хотя бы из инстинкта самосохранения. Просто из того, что они должны знать, что с ними поступит гораздо хуже. Это вот удивительные дураки, ты нам скинь тогда телефончик, мы на сайте вывесим, или ты, может быть, сейчас продиктуешь? Я его скину сейчас, потому что наши ребята сейчас находятся, да, наши ребята сейчас находятся, значит, на квартире у Андрея, вот, и, в общем-то, разговаривают с его женой сейчас еще. До сих пор, поэтому информации я пока не знаю, как только будет она, я сразу же, значит, мы это все вывесим на сайте. Вот, надо писать телефон и сайт, чтобы наши соратники, чтобы хунта помогла, чтобы не было вообще даже попыток больше отобрать детей. Ну, в общем, мы готовы, значит, именно взять под охрану все, вот, значит, если сейчас мы наверняка предложим, там есть какая-то квартира, женщина мне позвонила, говорит, я, говорит, могу, в общем, живу в двухкомнатной квартире, говорит, если что, говорит, пускай она у меня тоже... Нет, ну, это уже ваши дела, это хорошо, ты нам только телефон дай, чтобы мы могли, да, и нам что нужно еще, вот, просим всех, фотографируйте тех людей, которые творят беспредел, выясняйте их фамилии, присылайте нам, сейчас нужно, вот, айтишники, кто, помогите сделать сайт где-то забугорный, где мы всю мразь будем вывешивать вместе со всех их установочными данными, фотографиями, видео и так далее. Обязательно нужно нам это делать, и хорошо было, я давно говорил, еще иллюстрационные списки, еще в 14-м году, ну, никто почему-то содействия не оказал, сейчас мы все-таки это, я думаю, сделаем все вместе, и надо было сделать до 26-го, конечно, числа, чтобы нафотографировать там, ну, я думаю, что будет у нас еще время, так что давайте, помогайте. Ну, все, спасибо, Саша. А вот совет по правам человека, я не знаю, где их набирают, таких советчиков по правам человека, одобрили действия полиции и вспомнили Майдан, сказали, о, как, вот Майдан предотвратили, вот потом, куда вот этот советник по правам человека побежит, где его примут, я не знаю. Да, это артисты вообще жуткие, вот, ну, я вот что советую, вот, ну, я знаю, что многие депутаты умные смотрят, которые уже замолчали и ничего не говорят. И многим другим я советую, вы сейчас вот, я, это дружеский просто совет, вот сейчас вы наговорите себе на 10 сроков, ну, не надо, и предупредите всех своих товарищей, не надо лишнего, не надо сейчас перед Путиным жопу рвать, поверьте. Потому что вам ее потом на британский флаг дорвут уже это 100%, наоборот, там, сделайте такое умильное личико, придуривайтесь сидеть, и все, и нормально все будет. Как-нибудь проскочите, с Божьей помощью. А вот если будете сейчас дергаться, там хайло свое открывать, ну, значит, останетесь без зубов, это не я вам говорю, это говорит история. Потом, кто, кто больше всех тявкал, вы знаете, где оказались, на Ишапоте, если так уж. Если кто есть, кто не знает из вас, неграмотный. А вот в Госдуме запретили комментировать. Воскресные московские митинги. Ну, это я понимаю, кто это сделал. Тот человек, который знает. Да, Вячеслав Викторович, да. Тот человек, который знает, что язык лучше не распускать, да, лучше помолчать и здоровее будешь, да, вот, интересно. И это же, с одной стороны, вот, уникальная личность, да, с одной стороны, чувак вроде делает хорошо для Вовы, да, он там как-то не надо комментировать, и понятен для Кремля. А с другой стороны, в случае чего, говорит, а что, да, да, мы промолчали, вы же видите, народ, вы же видите, мы промолчали. А молчание – это знак согласия. Эх, и хитрый, а. Вот всю жизнь живу, удивляюсь. Я вот не такой, я простодыр в этих делах. Чего думаю, то и несу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова